Привет тебе дорогой друг канала час ремонта! В этот раз я хочу представить тебе рейтинг лучших моделей эксцентриковых шлифмашин. На первое место моего рейтинга уверенно становится модель от марки DeWalt. Внешне представляет из себя очень компактную машинку весом чуть более 1 килограмма. Инженеры постарались облачить модель в удобный корпус, которым можно работать длительное время не уставая. На верхней части корпуса находится кнопка включения и поворотный регулятор частоты вращения. Последний представляет из себя довольно удобный функционал, с помощью которого можно эффективно и деликатно обрабатывать материалы, не любящие нагрева. Вся пыль, образующаяся в результате работы, собирается в аккуратный пылесборник в задней части корпуса. Правда он совсем маленький и вмещает в себя не такой уж и большой объем, но при желании можно довольно просто подключить пылесос. Что касается технических данных, то внутри машинки установлен выносливый и мощный двигатель на 280 Вт. Заставляет рабочую платформу двигаться по орбите со скоростью 12 тысяч оборотов в минуту. При этом амплитуда колебаний составляет всего 2,6 мм. Вибрация, конечно же, ощущается, но в достаточно терпимой форме. Система плавного пуска с одной стороны делает управление машинкой предсказуемым, а с другой охраняет важные внутренние узлы от поломок и разрушений. Шлифовальные диски сюда ставятся размером в 125 мм и крепятся на липучку. Длину кабеля инженеры тоже предусмотрели с запасом. Она составляет 4 метра, будет удобно работать с большими площадями. В общем, получилась очень удобная модель, функциональная и компактная. Обойдется она примерно в 11 тысяч рублей. Если найдешь интересную для себя шлифовальную машинку, то сразу же загляни в описании к видео. Там будут все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А рядом я положил промокод, который поможет тебе немного сэкономить. Второе место досталось шлифовальной машинке от бренда Makita. Позиционируется как профессиональный инструмент для больших объемов работ. Выносливости в ней с запасом, а мощности в 300 ватт должно хватить практически для любых задач. Внешняя конструкция мало чем отличается от предыдущей модели. В самом низу находится рабочая платформа, на которую крепится шлифовальный диск размером 125 мм с помощью липучки. Вверху расположена удобная и прорезиненная рукоятка с элементами управления. Есть основная кнопка включения, защищенная специальным образом от попадания пыли внутрь корпуса. Также на левой стороне немного выглядывает наружу поворотный регулятор скорости вращения. Можно подстраиваться для более эффективной работы с разными материалами. От рабочей платформы выходит небольшой патрубок, к которому по умолчанию можно присоединить небольшой пылесборник из ткани. Но он совсем маленький и при больших объемах работ его придется постоянно вытряхивать. Поэтому в качестве альтернативного варианта всегда можно подключить пылесос. Максимальное количество оборотов в минуту может достигать 12 тысяч. Амплитуда колебаний при этом составляет 2,8 мм. Кабель питания в этой модели в два раза меньше, чем в предыдущие 2 метра. В общем, очень эффективная и надежная модель как для профессионалов, так и для любителей. Обязательно подпишись на канал Час Ремонта. Свежие выпуски с самой разнообразной техникой для дома, дачи и сада выходят здесь регулярно. А еще ты можешь поддержать меня своим лайком и комментариям. Третье место моего рейтинга занимает модель от марки Bosch. Позиционируется как профессиональная, внешне выглядит как и предыдущая. Разве что сразу в глаза бросается особенная конструкция пылесборника из прозрачного пластика. Но машинку можно тоже подключить к пылесосу с помощью переходников. На верхней части корпуса расположена прорезиненная рукоятка с рельефным покрытием, обеспечивающая надежный хват при работе. В передней части ручки находится кнопка включения, а на задней есть поворотный регулятор скорости вращения. Рабочая поверхность готова к установке шлифовальных дисков диаметром 125 мм. Мощности здесь припасено чуть поменьше – 250 Вт. Тем не менее, на максимальное количество оборотов это никак не повлияло. Оно здесь тоже может достигать 12000. Амплитуда составляет 2,5 мм. Модель обладает отличным запасом долговечности и надежности. В то же время весьма функционально и удобно в работе. Разработчики предусмотрели длинный кабель на 4 метра для больших объемов работ. На четвертое место моего рейтинга становится еще один представитель марки Makita, только теперь уже аккумуляторный. В целом своей конструкции мало чем отличается от сетевых вариантов. Естественно, что отсутствует блок, через который осуществляется питание и вывод на кабель, а вместо него стоит батарея. Ручка также прорезинена и имеет рельефное покрытие. На передней части находится пара кнопочек, отвечающих за включение и переключение скорости вращения. Всего скоростей предусмотрено 3, для разных видов обработки и материалов. Диски сюда подходят на 125 мм. Крепятся они к рабочей платформе с помощью липучки. Батарею можно устанавливать с напряжением 18 вольт. В комплекте поставки вместе с машинкой нет ни батареи, ни зарядного устройства. Мощности двигателя вполне достаточно, чтобы развить на максимуме 11 тысяч оборотов в минуту. Машинка оснащена собственной портативной системой полеудаления в виде пылесборника. Естественно, что доступно подключение пылесоса. На пятое место становится модель от марки DECO, и она заметно отличается от многих предыдущих шлифовальных машинок. Сразу в глаза бросается наличие защитной чашки, которая полностью скрывает рабочую зону вместе с шлифовальным диском, который здесь, кстати, используется размером на 180 мм. Сразу же от чашки есть отвод к системе пылеудаления, рукоятка здесь установлена такая же, как и на шуруповертах, и даже курок запуска имеется. Рядом с ним расположена крутилка, регулирующая скорость вращения и кнопка фиксации курка для выполнения длительных работ. Интересно, что по кругу чаши еще и установлена светодиодная подсветка. В конструкции также предусмотрена дополнительная съемная рукоятка для повышения удобства работы. Технические показатели этой модели тоже немного отличаются от остальных. Мощность ее составляет 900 Вт, а максимальное количество оборотов в минуту может достигать 2700. Инженеры предусмотрели кабель достаточно удобной длины в 3,5 метра. В общем, весьма интересная и специфичная модель, стоит которая около 6700 рублей. Шестое место достается аккумуляторной модели шлифовальной машинки маркера Йоби. Сразу замечу, что в комплекте здесь тоже нет аккумулятора и зарядного устройства, но если у тебя уже есть другая техника этой марки с аккумуляторами на 18 вольт, то они должны сюда подойти. Корпус модели раскрашен в традиционные цвета бренда, яркий и салатовый. Как и во многих экземплярах техники этой марки, в дизайне даже проглядывается некий стиль, хотя и немного специфический. Тем не менее, общая конструкция остается прежней. В самом низу находится рабочая платформа, на которой крепится с помощью липучки диск размером 125 мм. Верхнюю часть занимает ручка с рельефным покрытием. На ней есть кнопочка старта. Еще модель оснащена небольшим пылесборником. Возможность подключения к пылесосу также имеется. Интересно, что эта машинка обладает самой высокой скоростью вращения в рейтинге – 20 000 оборотов в минуту. Обойдется она примерно в 7000 рублей. Ну а напоследок представлю тебе интересный гибрид угловой и эксцентриковой шлифовальной машины от марки Interskoll, да еще и аккумуляторного типа. Внешне чем-то напоминает болгарку, но довольно специфическую, с дополнительной ручкой на передней части. Машинка в первую очередь позиционируется производителем как полировальная и уже затем шлифовальная. Внутри установлен бесщеточный двигатель, который по идее более экономичен, эффективен и долговечен, чем традиционный. Максимально может развивать частоту вращения до 4800 оборотов в минуту. Диски и другая оснастка подходят размером до 150 мм. Питается от батареи с напряжением 18 вольт. По традиции ни ее, ни зарядного устройства в комплекте нет. Но марка Interskoll тоже обладает собственной универсальной аккумуляторной системой. Поэтому если у тебя уже есть инструмент бренда, то батарея должна подойти. В общем, довольно удобная и интересная модель машинки, которая подойдет как профессионалам, так и любителям. Стоит она около 8900 рублей. Если нашел интересную машинку для себя в моем рейтинге, то загляни в описание. Там будут все ссылки и промокод. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А у меня все. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова